Снова здравствуйте! Посылок у нас все меньше и меньше. Надо, наверное, спешно идти на почту, забирать то, что там снова пришло. Вот кручу и верчу, не могу понять, с какой стороны вскрывать. Тебя надо. Там как-то совсем запотровали. Аж страшно. Внутри же телефон вдруг покромсаю в капусту. Вот он это страшно-страшно. Немножко не дооткрыл. Так. Чё-то вот это из старой, что ли, какой-то партии. Джей начал боком класть телефон. Я такого даже не помню. 12 дней он до меня нашел. Внутри версия 16 гигабайт. Цвет белый. Модель Asus Zenfone Max. Комплектуется, как обычно, силиконовый бампер. Мягенький. Пленка. Пленка гадость, скажу сразу. Да, то есть выкинул, забыл. Значит, телефон. В нашем случае январь 2016 года. 16 гигабайт встроенной памяти. 2 гигабайта оперативной памяти. Модель у нас белого цвета. И вот очень удивительно, почему так происходит. Я вот не могу ответить на этот вопрос. Но вот именно на белых телефонах у MJ есть периодически вот такой косяк. То есть, насколько я понимаю, он его открывает для того, чтобы проверить работоспособность симок и прочих вещей. И вместо того, чтобы вот как вот правильно, да, подцепил ногтем, прошелся по кругу, он открывает, видимо, резко. В связи с этим вот это третий белый телефон, на котором у меня вот такой косяк. На самом деле, ремонтируется все это дело без проблем. То есть, нужно открыть. Давайте даже попробую открыть. Эй-эй-эй-эй. Давайте. Пробежимся, наверное, вот так вот ножичком. Аккуратненько. У меня просто ногти хрупкие, ногтей нету. Я ногтями не смогу это сделать. Но вот вы слышите щелк, 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 щелк. Вот так вот по кругу вы, скорее всего, сможете это ногтем сделать абсолютно без проблем. Я ногтем это сделать не могу. Не знаю, до конца нет, еще не открылся. Все, мы открылись до конца. Значит, из нового вот такой наклейки до этого я не видел. Все остальное стандартно. То есть, что мы видим под крышкой? Под крышкой мы видим несъемный аккумулятор 5000 мА. 5000 мА это безумно много. Это настолько много, что производитель сделал возможность заряжать от этого телефона с помощью ОТГ кабеля. Заряжать другие телефоны, либо девайс. Ну, например, блютуз-гарнитура. Ну, представьте, блютуз-гарнитура, она быстро разрядилась, а зарядиться негде. Взяли, от телефона зарядили и пошли дальше заниматься своими делами. Аккумулятор очень мощный, хватает реально надолго. Тем он мне очень-очень нравится. Второй плюс. Очень часто сейчас производители делают два слота. В один из которых вставляется сим-карта. Во второй вставляется либо сим-карта, либо карта память. Микро-SD. Здесь нет. Здесь все по-человечески. Отдельно два активных слота для сим-карт. И отдельно слот для карты памяти. То есть, по-человечески это выглядит именно так. Вот я не помню, как мне там человечек говорил. Чуть-чуть поправить. Чуть-чуть поправить. Что именно он мне говорил. Поправить, чтобы все это дело заработало. Прям вот вспоминаю, вспоминаю. Вспомнить не могу. По идее, вот эту часть нужно поправить. Она вот сбилась. Из-за этого она как раз вот не хочет закрываться. Сейчас посмотрим, насколько у меня это получилось. Второй телефон у меня жужжит. Жужжит, жужжит. Мы его пока сбросили. Потому что мы делаем видео. Нет. Небольшая щель осталась. Небольшая щель осталась. Поэтому я подозреваю, я попозже возьму и все-таки ее исправлю. Вот это третий раз, который я вижу эту проблему именно на белом телефоне. Почему? Сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Почему это происходит? В остальном, телефон бомба. У черных такой проблемы ни разу не было. Значит, экран у нас Gorilla Glass 4. Мы его включили. На данный момент я не стал ставить нужный язык. Поэтому он у нас на английском языке. Значит, вот здесь вот единственная папка. Он автоматически, в зависимости от того, что находится в папке, выбирает ей название. Вот это единственная папка, которая на иероглифах. И если мы ее перевоенуем, о том, что он пришел из Китая, вы больше знать не будете. Значит. Что мне в нем нравится? У него есть функция. Обычно ставят чистильщик на телефон для того, чтобы периодически подчищать, чтобы он не тупил. Ну, во-первых, здесь мы можем яркость менять. Очень удобно, да, легко ее найти. А чистильщик у него есть, как сказать, родной. То есть, не надо брать стороннюю программу. Мы нажимаем кнопочку. Он смотрит. Вот я загружен на 34. Что-то он почистил. 107 мегабайт. Вроде как увеличивается работа аккумулятора. И освобождается память. Значит, на экран все накидывать можно. Вот следующим образом мы заходим сюда. Здесь находятся все скаченные программы, которые мы берем и устанавливаем. Путем зажал и установил на экран. Второй вариант. Да, мы заходим в виджеты. И те же самые скаченные программы, но там других размеров будут находиться иконки. Они там бывают более удобно. И у них, наверное, даже вот, например, вот такие часы, это более весело, чем штатные. Значит, камера. 12.6, она на самом деле заявляется. 13. Вот, смотрите. Значит, вот у нас камера. Ну, вот с камерой тут неоднозначно. Можно начать, попробовать и посчитать, что она плохая. На самом деле камера прям вот бомба, но ей нужно уметь работать. То есть, есть такие вещи, как эффекты, замедление. Если движущиеся предметы, их можно удалять. Да, то есть, он делает серию снимков. И то, что двигалось, он тебе предлагает оставить, либо удалить. Панорама очень красивая. Причем, панораму, когда снимаешь, ее потом можно прокручивать, как будто ты стоишь на месте. Ночная съемка чуть сокращает экран, но зато, вы знаете, что-то мне не нравится. Вот непосредственно у этого телефона дополнительно какая-то беда с камерой происходит. Почему она происходит, я не могу понять. Не было никогда такого. И тут здравствуйте, бах, и появилось. Видите, камера обрубается. Очень интересная картина. Я сейчас попробую этот телефон установить на русский язык, поковыряться и так далее, и тому подобное. И вернуться снова его разглядывать.